МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие задачи стоят перед чиновниками, ответственными за энергетический комплекс страны? Насколько могут вырасти тарифы за комуслуги? С прогнозами Фариза Булатбек. Авария на Экибастузской ТЭЦ оголила проблему износа энергетического комплекса страны. В ночь на 27 ноября шахтерский город в 30-ти градусные морозы остался без отопления. А это 149 многоэтажных, 200 частных домов, 10 школ и столько же детсадов. Уголовное дело по данному факту находится в производстве у специальных прокуроров области. Объявляя предварительные итоги расследования, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заявил, причина в ошибочных действиях персонала станции. Такое утверждение со стороны высокопоставленного чиновника вызвало негодование как со стороны экспертного сообщества, так и рядовых казахстанцев. Ведь о плачевном состоянии казахстанской энергетической инфраструктуры говорится давно. Между тем, сегодня, подводя итоги года, министр энергетики заявил, что винить кого-то одного не стоит. Это, если так можно сказать, комплексная ошибка. То есть здесь я бы, наверное, вот с точки зрения энергетиков не стал бы говорить, что, допустим, там на месте какой-то там начальник станции, либо какой-то человек-инженер там виноват. Это целый комплекс. Рецепт лечения устаревшего энергетического оборудования и сетевой инфраструктуры всем известен. Колоссальные денежные вливания в отрасль. Сейчас в Казахстане действуют 37 ТЭЦ. Из них в срочном ремонте нуждаются 19. Предварительно на это потребуется 182 миллиарда тенге. Часть из них предлагается профинансировать из госбюджета, а 22 частных за счет собственника по программе «Тариф в обмен на инвестиции». Что касается теплосетей. Для того, чтобы привести в порядок изношенную инфраструктуру, понадобится 15 лет. Модернизация будет проводиться поэтапно. В первую очередь заменят тепловые сети с износом свыше 70%. На все работы необходимо свыше 2 триллионов тенге. Эти средства, судя по ответам профильного ведомства, в основном будут заемные. Эксперты считают, что ни привлечение инвестора, ни займ от международных финансовых институтов – идея не самая лучшая. Электроэнергетику вообще не надо пускать частника, потому что частник – это вырабатывание частной прибыли, а электроэнергетика – это не то, на чем надо зарабатывать частные прибыли. В электроэнергетику тем более нельзя пускать иностранцев, потому что иностранец – это не просто из-за личного прибыли, но еще и вывод ее из страны, наружную иностранцу. Это государственное преступление. В электроэнергетику электроэнергетику нельзя развивать за счет банковского коммерческого кредита, потому что если банк дает коммерческий кредит на развитие электроэнергетики, Он потом банк выберет назад все, что он дал, и плюс еще банковский процент за счет тарифа. Как модернизация энергетического комплекса отразится на тарифах? Это вопрос, который в первую очередь интересует рядовых казахстанцев. Хоть и ответственные лица успокаивают, говоря, что тарифы вырастут не сразу, а только через 2-3 года, но в итоге рост стоимости Комуслуг, похоже, неизбежен. По прогнозам некоторых экспертов, тарифы вырастут в полтора раза. Это мекен бизнес.